С вами на связи Виктория Энемар, и сегодня мы с вами будем настраивать своё эмоциональное состояние. Да-да-да, я вижу. Меня, короче, просят здесь кое-что сделать, так как я здесь первый раз выхожу в эфир. В общем, сегодня мы будем настраивать с вами эмоциональное состояние, будем работать с метафорическими картами, и нам в этом поможет просто невероятнейшая девушка, потрясающая, великолепная. Всем привет. Привет, кто присоединяется. У нас сегодня с вами замечательный эфир, очень узбагаивающий, такой очень умиротворяющий, потому что здесь мы поговорим немножко про ароматерапию и поговорим, как вообще через метафорические карты тоже можно улучшить своё состояние. Я хочу пригласить к нам в эфир потрясающую, невероятную Юлию Яковлеву. Она божественная. Пожалуйста, слушайте каждый, каждый. Задавайте вопросы, это тоже очень важно, потому что от ваших вопросов зависит то, как пойдёт наш эфир. И если у вас будут вопросы, будет просто потрясающе, замечательно. Юлечка, здравствуй. Привет. Какая-то задница. Очень рад тебя видеть. Кривой, я вот тут не одна вот. Не пришла помощь неожиданная. У меня тоже. Моя постоянно приходит. Помогать. Короче, у нас кошачий сегодня эфир. Побежал ненадолго. Спасибо большое за представление. Спасибо тебе огромное за то, что ты участвуешь, то, что ты делишься, рассказываешь. Это очень важно сейчас в наше время людям, ну, как можно больше инструментов получить для того, чтобы улучшить их состояние психоэмоциональное. Расскажи немножко о себе и что у нас сегодня предстоит. Да, меня зовут Юля. Я, знаешь, даже задумалась, сколько... Я, наверное, уже примерно три года знакома с эфирными маслами. Ну, точнее, пользовалась я ими много лет назад. Да, но вот так, чтобы прям близко познакомиться, разбираться, да, обучаться, вообще этим заниматься, я начала два года назад примерно, может, чуть больше уже, вот. И мне кажется, что именно эфирные масла, вот, дальше я расскажу, каждый, наверное, там свои какие-то выводы сделает, но именно они дали вот прям толчок к какому-то моему духовному развитию и вообще слышанию самой себя и своей интуиции. Они прям, наверное, вот помогли мне в этом, я так думаю. Вообще я, как бы, много чем занималась, и в данный момент я, например, работаю тренером по фигурному катанию. Здорово. Вот, но получается так, что я совмещаю, как бы, как бы разные. Вот, но я дальше ищу себя... Фотографический бриллиант. Ищу то, что мне нравится. Я, в принципе, учителем работала какое-то время, до декретов, вот. Но, по сути, я сейчас тоже, как бы, в принципе, учитель, передаю знания, учу чему-то. Видимо, такая всё равно у меня есть, наверное, роль по жизни. Вот, сегодня я хочу рассказать про эфирные масла и про метафорические карты. С ними я познакомилась, ну, в прошлом году, получается, в такой момент, когда у меня, ну, не секрет, да, что то, что сейчас происходит с планетой, да, повышаются там вибрации, видимо, на меня это тоже определённым образом подействовало. У меня был какой-то страх вообще, ну, какое-то ощущение страха, такого непонятного, неподконтрольного. И это никак, там, особо с этими вирусами, ну, да, то, что было не связано, потому что они меня сильно не волновали, вот. Но я поняла, что не могу себя прям проконтролировать. И мне нужна какая-то точка опоры, то есть мне нужна какая-то уверенность. Я поняла, мне что-то нужно найти, что меня успокоит и вообще даст мне, как бы, такую опору в жизни. И буквально в то же время мне, как будто, я не знаю, сверху, да, свалилась, просто видео прислали. Одна знакомая прислала видео одного парапсихолога, женщина-психолога, парапсихолога, там много чем занимается. И я, послушав, поняла, мне это нужно. Я прошла у неё спецкурс. И ты знаешь, вот благодаря вот этому у меня пошло такое развитие прямо дальше, ну, наверное, больше, да, духовное, то есть понимание, вообще понимание мироустройства. Вот то, что во мне было, ну, видимо, так, на уровне интуиции, то есть я думала, что это просто, ну, какие-то такие жизненные моменты. А на самом деле есть, да, какие-то есть правила, грубо говоря, мироздания, до которых мы, в принципе, должны, по которым мы должны жить. Ну, наверное, вот так можно сказать. Да. Вот, и, конечно, жизнь моя как-то вот начала сильно меняться. И именно у неё я прошла обучение четырёхмесячное по метафорическим картам и добавила их, то есть вот эти два инструмента, эфирные масла и метафорические карты, они друг друга прям дополняют. Вообще, начну, наверное, немножко с такой, ну, как бы, с теории, да, про эфирные масла. Я, я лично, я пользуюсь эфирными маслами Дотерра. Я не буду говорить, да, про марки, это на самом деле, да, не суть, но, что самое важное, масла обязательно должны быть чистые, потому что синтетические масла, они, мало того, что они, в принципе, опасны. Ой, кошка мне на спину прыгает. Они опасны, и если они содержат какие-то, да, синтетические примеси и продукты нефтепереработки, то они вызывают мутации клетки. А как это понять? Как это понять? Вот ты рассказываешь? На запах это не понять. Ты знаешь, очень много информации разной слушаем мы по поводу фальсификации масел, допустим, но даже фальсифицированный, настолько вот этот процесс уже достиг, грубо говоря, уже каких-то высот нереальных, что на запах невозможно понять даже фальсификацию масла. И потом она тоже бывает разная, то есть туда могут, допустим, какие-то более дешевые компоненты. Они могут быть тоже природные, да, но они более дешевые будут. Синтетические мы тоже не можем понять, на самом деле, на аромат. Поэтому тут только доверие к фирме. Естественно, мы каждое масло проверять не будем, это точно. С каждым бутыльком мы бегать не будем. Но, по крайней мере, да, вот у этой фирмы, я в ней уверена, потому что я ей пользуюсь, я могу говорить только за нее. Ну и там есть, допустим, на бутыльке цифры такие, да, пропечатаны. И про каждую бутылочку можно, зайдя на сайт, получить всю информацию, да, из какой партии, где это сырье было добыто, да, когда там произведено, какие тесты проводились там над данным маслом, ну, проверялись, да. Потому что у них лично были даже случаи, когда они, проводя вот эти все тесты, у них там порядка 54 тестов для каждого, для каждой партии масла. Отбраковывалось, допустим, не проходя какой-то определенный тест, вся партия отбраковывалась, снималась, изымалась с производства, изымалась из продаж. Как бы в течение, наверное, вот этих двух с половиной лет был такой вот случай один, крайне мере, ну, то, что я слышала. Вот. Смотри. Эфирные масла. Чем интересно, да, как они воздействуют? То есть есть три способа их использования. Первый – это ароматический, то есть когда мы вдыхаем непосредственно, да, через, ну, используя обоняние. Мы можем вдыхать как с рук, так и через, например, диффузор, да, какие-то гаджеты. Второй способ – это непосредственно наносим, когда на тело, ну, на любые, мы правильнее, на пульсовые точки, да, либо на те места, где нам необходимо нанести, если мы, допустим, используем там для улучшения физиологического здоровья вместо боли или там, я не знаю, синяки и прочее, там, раны, порезы и так далее. Вот. И третий способ, он не для всех масел, он, в принципе, не для каждого масла, тут надо знать, да, какое масло можно использовать внутрь, да, какое нет. Ну, и, в принципе, это только для чистых масел, потому что это уже как бы более опасно. Третий способ – это использование внутрь. Так вот, когда мы масло вдыхаем, у нас вот этот обонятельный наш, как бы, нерв, он связан с лимбической системой мозга, и когда мы вдохнули масло, через 22 секунды молекула эфирного масла достигает вот этой лимбической системы мозга и начинает воздействовать на организм. То есть, в принципе, эффект от эфирного масла мы можем испытывать уже, да, порядка там через 20 секунд. Через, там, 2 минуты оно уже начинает встраиваться в кровоток всего организма, и через 2,5 часа примерно уже оно выводится из организма масло, то есть оно, в принципе, оно не накапливается, да. Если мы хотим какой-то стойкий получить эффект, допустим, нам нужно воздействие либо по части физиологии, да, либо по части эмоций, ну, как бы разные, да, тут части здоровья, то нам необходимо использовать обязательно курсами 7, 14 или 21 день и обязательно делать перерыв. В принципе, эта схема, да, как бы используется, ну, везде. То есть, если мы хотим получить эффект, нам нужен, да, определенный курс, потом обязательно перерыв 7 дней, и потом по необходимости уже второй курс, третий там, да, и так далее, если, ну, в зависимости от того, там, что нам нужно проработать или что нам нужно убрать. Вот, масло обязательно нужно брать по принятию, правильнее его брать по принятию, то есть оно обязательно тебе должно нравиться, потому что, смотри, можно брать масло, вот, допустим, да, если мы хотим проработать конкретное там качество, вот, которое мы вот хотим убрать, да, или нам нужно убрать какую-то эмоцию, мы можем взять подходящее под это масло, под этот вопрос, да, но оно нам не нравится. То есть масло, оно напрямую, раз связано с лимбической системой, оно подействует с подсознанием. А наше подсознание, оно хранит всё, да, то есть 90% — это наше подсознание, 10% — это сознание, оно всё хранит, оно запахи хранит, звуки, да, образы и так далее. И оно, как бы, нам сразу диктует, да, нужен нам этот аромат или не нужен. То есть если, конечно, оно нам говорит, что оно нам не нравится, да, оно нам не нужно, но мы понимаем, что нам надо это проработать, то мы можем использовать масло, но, например, нанося его на стопы, да, чтобы нам не чувствовать этот аромат, мы наносим его на стопы, ну, то же самое, да, вот так же курсами. Кто-то тебя там названивает? Да, мне названивает, я уже поняла. Энергия чувствует, пошла, надо-надо. Дочка, да. Вот. А так мы используем масла, это самое важное, по принятию. Это вообще удивительно, я, я что два с половиной года пользуюсь, я каждый раз удивляюсь, то есть начинаю, ну, какой-то новый аромат, например, ладан, я вот помню, сколько меня атаковать решила, например, ладан, когда я первый раз его понюхала, я думаю, господи, что за бензин, что за аромат ужасный, вот, но, конечно, я читаю, да, насколько это вообще масло такое глубокое, и, ну, то есть оно вскрывает там наше, всё, что внутри, способствует проработке, я, конечно, убрала его, да, и через два месяца я, когда снова нанесла на руки понюхать, для меня вообще был другой аромат. Я даже бутылку, я думаю, я, видимо, перепутала, снова беру масло, смотри, нет, точно, ладан. То есть настолько меняется наше, да, эмоциональное состояние, что мы аромат начинаем воспринимать совершенно по-другому. И почему-то для меня это каждый раз какой-то сюрприз, да как так может быть, что, например, есть смеси, да, эмоциональные, ужасно пахнет там вот какая-то, ну, для меня, допустим, как бы мне не нравится утешение смесь, ну, вообще никак, ну, думаю, ну, что это такое. Но была пара ситуаций в моей жизни, да, вот, например, не так давно умерла свекровь, и я чувствую, хочу, надо, надо нанести, и аромат пахнет, он раскрывается совершенно по-другому. Ну, то есть я, ну, это совершенно другой запах. Я почему-то каждый раз этому удивляюсь, как так может быть. Настолько, настолько, ну, как бы связано наше вот это, связано с этой системой, да. Настолько чётко нам подсознание диктует, что нам нужно, да, а что нам не нужно. Вот. Вообще запахи, они управляют нами. Можно сказать, что они нами управляют. Так, ещё я хотела сказать, что очень важно и интересно, и, как бы, конечно, имеет к нам ко всем отношение, к новой эре, ко всему, что происходит, да, поскольку всё имеет свой электрический заряд, да, и всё во Вселенной, да, вибрирует на определённой частоте. Масла, вот чисто эфирные масла, они имеют очень такие высокие вот эти вибрации, ну, то есть частоту вибраций. У каждого масла она своя, но я вот для сравнения, да, выписала себе про вибрации. Самое высокое по вибрациям масло – это масло розы. Как здорово! Оно имеет 320 МГц. Я просто для сравнения, да, я, наверное, хотела сначала сказать, знаешь, что про эмоции, что, как бы, какие эмоции, как это взаимосвязано, да, эмоции с вибрациями. То есть мы, как живые существа в том числе, да, тоже вибрируем на определённой частоте, каждый наш орган, и мы в целом, да, как организм. И каждая из эмоций наших тоже имеет свою частоту вибрации. Вот. Здоровый человек вибрирует на частоте примерно 62-78 МГц. То есть когда эта частота снижается, да, например, вот 59, то есть у человека снижается частота вибрации, 59-60 МГц становится, он уже становится более подвержен простудам, например. Чуть ещё пониже, да, он уже подвержен гриппу. Например, у болезни рак частота 42 МГц. То есть если ещё сильнее, да, снижается у человека. И каким образом... А от чего это зависит? Ну, от того, что, во-первых, то, чем человек пользуется, да, во-вторых, от его эмоций. Сейчас я, по-моему, ещё про эмоции тоже выписала себе где-то на бумажку. Да, какие эмоции, сколько МГц. Это тоже достаточно интересно. И всё, что происходит, оно сейчас, особенно, да, последние пару лет, оно напрямую связано с тем, какие мы эмоции испытываем, да, и насколько мы снижаемся, да, по вибрациям ежедневно. Мы влияем на весь мир. Да, и неудивительно, что человек болеет, да, люди болеют, потому что их вибрации очень сильно снижаются. Сейчас тебе скажу, смотри. Негативные эмоции. Горе. 0,1, 2 МГц. То есть человек, когда испытывает горе, да, 2 МГц. Мы сравним, да, что его нормальная частота вибрирования хотя бы начинается с 62, да. Страх. 0,2 и 2,2. Два года. В каком состоянии находятся люди, да, больше уже двух лет. Ну, чувство страха, чувство страха поддерживается, как бы, ежедневно, да, особенно для тех, кто смотрит СМИ, да, или читает, ну, неважно, да, он ежедневно этим чувством, этой эмоцией подпитывается. Обида. Примерно до, там, до 3,3, то есть 3 МГц, да. Раздражение, там, до 3,8. Возмущение, 1,9 до этой. Гнев, 1,4. Жалость, 3 МГц. То есть понимаешь, да, насколько это низкие. И, например, положительные эмоции, которые мы можем испытывать. Я уже прям такие самые высокие выписала. Самые высокие. То есть, ну, великодушие, 95 МГц. Благодарность, 45. Сердечная благодарность, там всё-таки такие определённые градации, да, когда мы испытываем либо сердцем, либо вот уже, ну, как-то по-другому, от 140 МГц. Сострадание, 150 МГц. Любовь, которую мы испытываем сердцем больше 50 МГц. А, безусловно, любовь, то есть ко всем, ко всем людям и ко Вселенной от 150 МГц. То есть понимаешь, да, насколько нас повышают данные вибрации. Так вот, эфирные масла, они, имея там свою частоту вибрации, они как раз могут повышать, в том числе, наши вибрации. Например, эфирные масла с высокими вибрациями, от 92 МГц. Сейчас тебе скажу, я выписала. Ну, вот самая высокая, да, это роза, это просто вообще там зашкаливает. У неё 320 МГц. Лаванда 118 МГц. Голубая пижма 105 МГц. Мелисса 102 МГц. Мира 105 МГц. Сандал 96 МГц. Алоэ 96 МГц. Все цитрусовые 91 МГц. Мята перечная 78 МГц. Ну, это вот такие из высоких, да, конечно? Вот ты сейчас говоришь про масла, то есть получается эти же, ну вот, роза настоящая, она тоже являет, ну, она тоже обладает такими высокими вибрациями, получается? Роза, лимоны. Я беру лимон из холодильника. Он так вибрирует? Ну, он не будет такой вибрацией обладать. Например, смотри, свежие продукты обладают чистотой, у меня прописано просто 15 МГц. Сушёная трава 12-22 МГц. Свежая зелень 22-27. Ну, естественно, варёная, консервированная, то ноль. То есть свежий продукт, он более низкой концентрации, более вибрацией обладает, потому что масла – это очень-очень концентрированные вещества. Понятно. И их вибрация, она даже, ну, из того же продукта, не знаю, тот же апельсин, да, возьмёшь, и эфирное масло апельсина, оно по вибрации будет пыше. Круто. И все цитрусовые, пожалуйста, и все цитрусовые, говорят, это настолько мощные антидепрессанты, они лучше антидепрессанты. А вот почему я в таком хорошем настроении всегда, понятно. Лимоны ем постоянно. Лимон – вообще классная вещь. Настолько много, ну, эфирное масло лимона в том числе, да, настолько оно многофункционально, что, я не знаю, его можно, от чего оно только не помогает. Цитрусовые, дикий апельсин, гриппфрут. Каждое, вот просто каждое масло, оно помимо там влияния на физиологическое здоровье, оно, ты следи за временем, я ведь помню, что тебе надо 50 минут. Слежу, Слежа, не переживай. Помимо воздействия на физическое здоровье, оно каждое прорабатывает эмоции определенные, то есть есть влияние на эмоциональное здоровье. И дикий апельсин, мною любимый просто, ну, я его употребляю каждый день в кофе. Помимо, если захочется, я могу дышать, да, а так я капаю в кофе, иногда кардамон. Вот, дикий апельсин, он как раз вот не хватает нам, это как гормон радости, в общем. Радости нам всем не хватает, и это масло внутреннего ребенка. Ну, вот, как дети, они умеют радоваться вот просто так, ничему. Мои дети обожают апельсины, лопают их просто нескончаемо. Тоже понятно теперь, почему они такие радостные всегда. Апельсиновые дети. Если человеку нужно проработать внутреннего ребенка, да, ну, то есть мы не умеем радоваться жизни, да. Вот у меня как раз с этим проблемой. Вот мы с сыном, мы такие вот прям с детства взрослые. Нам тяжело вот радоваться просто так на пустом месте. Вот нам апельсин просто необходим. То есть я ему тоже делала курсами подышать, ну, вот каждый день. И я прямо вижу, как меняется его настроение. Это же медитацию можно, получается, даже нужно. Обязательно, да. Просто эфирное масло, эфирное масло, это, знаешь, такой помощник в любом... В любом... Вот добавляй его. Там, я не знаю, к медитациям, к аффирмациям, да, к каким-то другим практикам, ну, не знаю, та же там практика благодарности, да, к йоге, пожалуйста, к любым там практикам таким, да, с физикой тела связанным. Да, цигун, ну, любая. То есть если мы добавляем плюс психологические инструменты, там, те же метафорические карты, да, то есть мы работаем с подсознанием, нам надо проработать какую-то эмоцию, да, убрать. Мы там используем под назначение. Да, мы используем масло. А, например, нам надо заикарить другую эмоцию, да, чтобы нам укрепилось там. Мы, опять же, там можем помочь себе эфирным маслом, чтобы она у нас заикарилась. Хорошо? Чтобы мы не перешли на старое. Поэтому у каждого масла, у них, в принципе, свои значения, ну, свои эмоциональные какие-то значения. У меня написано вот это всё. Можно я просто даю вам вопросы? Давай, задавай. Я просто уверена, что у тебя невероятное кладезь знаний по поводу масел. Я прямо вижу это в тебе. Это так здорово на самом деле. Вот к тебе, получается, приходит человек, он с каким-то запросом определённым, да, и ты ему помогаешь подбирать масла, которые ему помогут, плюс ты помогаешь ему взаимодействовать с этими маслами, да? Правильно я понимаю? Или вот я, как твой потенциальный клиент, я к тебе прихожу, говорю, Юль, мне надо вот решить, не знаю, убрать там блоки какие-то в голове. Вот. Мы там с энергией терапевтами поработали, да. Мне надо убрать. То есть ты даёшь, получается, рекомендации, правильно? С любой стороны. С любой стороны. Можно хоть по части физиологии, да. Мне нужно, я не знаю, мне нужно масло, да, которое там для этого, для этого. Например, как масло лимона, вот твой лимон любимый. Оно настолько многофункционально, то есть я пью утром стакан воды с каплей лимона. Это как уже, ну такое, норма жизни у меня. Как мне часто говорят, ну почему не просто лимон? Эфирное масло лимона, оно намного эффективнее, оно по-другому действует. У меня где-то есть пост, по-моему, здесь в Инстаграме, на моей страничке как раз про лимон. Про почему не лимон, а почему эфирное масло. Вот. Оно действует как такой лёгкий, ну, детоксикант. Убирает всё ненужное. И в плане эмоций тоже. То есть оно вот токсичные такие эмоции, оно убирает, снижает, скажем так. Да, и оно хорошо очень действует на концентрацию внимания. То есть, например, тебе нужно, да, я, кстати, не подышала сейчас, но обычно я перед эфиром, чтобы мысли в кучу собрать, я всегда лимоном дышу. А тут кот меня отвлёк, прыгал-прыгал, я забыла, в общем. Очень хорошо для концентрации внимания. У него, конечно, много ещё других действий, но вот это вот такие первостепенные, то, что прям такое нам необходимо. Прома, который может быть скрытым. Вредны ли масла и есть ли к ним привыкание? Я думаю, что это тоже важный вопрос. Ну, вот смотри, вот как тебе вначале, да, сказала, вот чистые вот эти эфирные масла, они выводятся. Через 2,5 часа они выходят, ну, метаболизируются. Если нам нужен накопительный эффект, мы используем, да, курсом постоянно, чтобы у нас было воздействие. Вот чистые эфирные масла, они не накапливаются. Я, кстати, саму механику хотела рассказать, да, как они воздействуют конкретно. Они воздействуют на организм в целом, то есть они не на какой-то отдельный орган, да, они воздействуют на организм через клетку. То есть вот эти молекулы эфирных масел, они настолько малы, что они через мембрану клетки проходят и воздействуют внутри. Тут вот такая есть, знаешь, вот, например, ну, сейчас уже даже, в общем-то, все врачи, все уже, мне кажется, люди об этом знают, да, почему антибиотики не помогают при вирусных заболеваниях, да, потому что антибиотик не может через мембрану клетки внутрь пройти, а вирусы, они как раз внутрь клетки проникают. Я не знала, спасибо. А эфирное масло, оно как снаружи воздействует, да, то есть оно и на бактерии может воздействовать, оно и внутрь клетки проникает, оно и вирусы тебе помогают убивать. То есть эфирным маслом ты выздоровеешь как бы быстрее, намного. У человека есть заболевание какое-то, да, он к тебе приходит, но там же ты все равно должно быть как-то согласовано с врачом, или как это? Однозначно. Слушай, ну вот когда какие-то серьезные заболевания, да, потому что я не врач, да, сразу, я не врач, я консультант по эфирным маслам, вот. Есть группа врачей, я, правда, сейчас вот не знаю, да, в связи с там событиями, она была на Фейсбуке, ну там сидят профессиональные врачи, и если у человека действительно серьезные заболевания, они советуют, потому что, ну, у ДТР во всяком случае есть не только эфирные масла, у них еще есть там добавки, да, какие-то продукты, которые тоже содержат эфирные масла в том числе, и вот они там тебе программу, они тебе что-то советуют конкретно, да, по твоему заболеванию. Мы же можем, да, что-то попробовать, но, естественно, тут человек всегда несет ответственность. Когда мы что-то пробуем, ну, вообще, вообще все, в принципе, да, мы несем ответственность за то, что мы употребляем. Поэтому это, естественно, на, как бы, на нашем уровне, на наш страх и риск, грубо говоря. Вот, но то, что я ежедневно использую, постоянно, да, тоже, не знаю, тоже чайное дерево, это у меня просто must-have, и буквально вот три дня, из-за чего я не смогла эфир провести. Чайное дерево меня просто спасало, просто, я не знаю, но за счастье я записалась к врачу, просто вчера на два во время эфира, ну, не было других вариантов. Ну, зубы – это для меня очень важная тема, потому что у меня нет уже нескольких зубов, и жевать нечем, и если бы еще это удалили, это все. Надо было бежать просто срочно. А, я не знаю, что масла тоже можно, да. Можно, можно полоскать, да, либо снаружи мазать, то есть я мазала. Мазла вообще эфирные, поскольку они очень такие концентрированные, да, при нанесении на тело их правильнее даже разводить базовым маслом. То есть действие абсолютно такое же, но самого масла нужно, во-первых, меньше, поскольку оно разводится, и благодаря базовому маслу оно проникает лучше, потому что оно же летучее, ну, то есть эфиры, они летучие, да, и часть, даже если, когда мы наносим, уже часть все равно улетучивается. А чтобы полностью, да, сохранить, чтобы полностью оно впиталось, и правильнее его развести в базовом. Не во все, конечно, но, ну, так достаточно масел существует таких базовых, я не знаю, даже, в принципе, элементарно оливковое подходит, но оно такое достаточно жирное, да, и на теле будет оставлять. Лучше брать те, которые, да, легко впитываются, никакого жира и остатка не оставляют на теле. Типа, как это, виноградного, типа такого? Виноградные косточки, да, по-моему, авокадо можно. Я, если честно, не пробовала, потому что у них есть кокосовое, ну, тут я прям беру кокосовое, фракционное, которое прям, ну, легкое, оно сразу впиталось вместе с эфирным маслом. Но я пробовала с рисовым маслом, тоже хорошо, никакого жирного блеска, ну, ничего не оставляет, тоже хорошо пользуется. Юленька, у нас с тобой осталось 20 минут, ты еще хотела нам рассказать про мак. Да, да, давай, перейдем. Вот. Но по поводу масла, насколько я понимаю, к тебе можно обращаться, я просто буду сохранять эфир. Да, я просто хотела, да, задать, ну, как, это даже не задание, да, такое дать. Например, если человек хочет, да, какой-то вопрос решит по здоровью, физическому или эмоциональному, то пусть напишет мне, мы подберем с ним пробник, масло, которое ему будет подходить, я вышлю ему вот этот пробник. По России я вышлю за свой счет, за границу оплаты, доставки за счет клиента. Я услышала тебя. Я вообще надеюсь, ну, нет, ну, в принципе, должно все работать сейчас. А ты в каком городе? А? Ты в каком городе? Я в городе Пермь. Это Урал. Что-то мне с Перми в последнее время часто встречаются люди, что бы это значило? Может быть, тебе нужно съездить в Пермь. У меня, кстати, живут мои тренера в Швеции, в Гетеборге. Да. Я скоро поеду на свадьбу в Гетеборг. Очень люблю этот город. Мои любимые тренера, они давно уехали достаточно, мне кажется, уже лет 20 они там живут. И приезжают, вот только в связи с этими событиями они не приезжали, а так приезжают каждый год, мы встречаемся. Вот. Тоже с Швецией я тоже как-то чем-то связана. Ну, мне кажется, ты знаешь, вот как это, теория там пяти вот этих рукопожатий, вот всегда можно найти какие-то связи через что-то, через кого-то, через где-то. Это вообще, мне кажется, даже не вопрос. Вот. Метафорические карты. Вот как я говорила, да, что примерно в прошлом году, летом, началась у меня такая трансформация. И вообще сначала я прошла, поскольку меня так интересовало, меня вообще много что интересует из области, вот из всех вот этих таких, я не знаю, астрология, и нумерология, и эзотерика, вообще всё, и психология. И я закончила, а, и меня заинтересовало слово чакры. Ну, то есть я как бы слышала, да, но я никогда так особо не погружалась, не интересовалась, что это такое. И вдруг вот мне прямо вот приспичило. Хочу, надо. Я стала изучать и наткнулась на курс по чакроанализу. И прошла. Прошла курс по чакроанализу. То есть я делаю диагностику по дате рождения, да. Диагностика предназначения человека вводится как раз по чакрам его. Вот. Ну, в общем, на этом я решила не останавливаться. Дальше. И я, знаешь, хотела курс, в общем, что-то связанное с целительством. Ну, прямо вот чувствую, вот, целительство, потому что сделав диагностику себе, и в чём я потом просто ещё раз удостоверилась, и как бы не раз я просто ходила в регрессии, и мне всё выходит, что у меня должно быть какое-то целительство именно руками. Вот, правда, потом уже выходило, что должно быть именно руками что-то. Но почему-то в тот момент, когда я стала выбирать курсы, я решила пойти на метафорические карты. Вот. Интересный инструмент. Это, в принципе, это же психологический инструмент, его начали использовать психологи. В принципе, к эзотерике он как бы отношения, в общем-то, можно сказать, не имеет, потому что, ну, с одной стороны, не имеет, мне кажется, с другой стороны, всё равно имеет. Да, всё всё связано. Да, потому что мы же считываем всё равно эту информацию с пространства, как бы это есть. Вот. И метафорические карты – это такой инструмент, да, ну, вот это картинки, да, и я здесь положила себе колоду такую. Я, поскольку больше проводила все практики онлайн, у меня все колоды на компьютере, там у меня очень много колод, а вот, как бы, таких-то колод у меня ещё немного. Вот. Но это мои любимые котики, я их просто обожаю, там вот всякие такие вот котики. Это такая ресурсная колода, вот мы сейчас немножко тут, может быть, сделаем. Как с помощью картинки, да, как человек, собственно, тут человек работает сам. То есть я как оператор, как проводник ему помогаю, да, то есть я направляю, ну, в практике там всё равно определённый алгоритм, задаются вопросы, да, может, какие-то доп-карты и так далее. Но человек тут работает сам, то есть он, глядя на картинку, да, там через фразу, через слово, через эмоции, он, как бы, проецирует ситуацию, да, мы её прописываем, проговариваем. И проработать можно, ну, абсолютно любой вопрос. Начиная, да, от негативных установок наших каких-то, ограничивающих установок, да, то, что нам мешает, какие-то негативные эмоции, непринятие, допустим, какого-то опыта. Тоже есть практика, да, там, если ты опыт не принимаешь, то значит, у тебя есть определённая вторичная выгода, которую тоже нужно найти, вот. Какие-то значимые люди, да, события, просто вопрос, который тебя мучает, тебе надо решить, или найти какой-то вариант решения, да, выбрать, например, два варианта у тебя, развилка, да, если я сделаю вот так-то там, и даже взять сроки там, через год, через три, через пять, там, будут вот такой вариант, то есть по картинке ты уже сам себе видишь, там, простраиваешь какой-то вариант. Если я выберу другой, там, опять же, да, какие варианты развития событий. В принципе, мягко, экологично, можно простроить будущее, ну, так сказать, читать эту информацию, да, с карт, а поскольку мы, в принципе, всё равно своими мыслями будущее и закладываем, то, в принципе, можно себе его и простроить. Ну, то есть, то, какие вопросы можно решить с помощью карт, их очень-очень много. Я просто хотела, знаешь, что, какую-то лёгкую такую практику провести, может быть, просто на день, да, допустим, вытянуть карту, чтобы недолго, потому что это всё всё равно долго было бы. Допустим, какой ресурс, да, поскольку эта колода ресурсная, какой ресурс мне сегодня, да, что мне сегодня поможет для решения своего вопроса? А можно я задам, можно я задам? Давай, задавай вопрос, а я тебе вытяну карту. Ты просто его держи в голове, задавай, можно вслух, можешь держать в голове, но нам, чтобы было понятно, наверное, лучше его озвучить. Какое действие мне нужно сделать сегодня для того, чтобы мой запрос на месяц реализовался? Отлично. Так, какое действие, да, тебе нужно сделать сегодня, чтобы твой запрос на месяц реализовался? Давай, я тебя вытяну. Вот такая карта. Я её в самом начале увидела, ты её показывала. Да-да-да. Офигеть! Это кот и собаки, да? Да. Я вижу, что кот такой жирненький, такой с едой, он, получается, подкармливает собачек. Одна собачка подкормлена вроде как, а остальные на неё смотрят, типа, и ждут. Интересный поворот событий. Я, на самом деле, вижу себя котом. И я вижу, что я сама даю, во-первых, я вижу здесь мою команду в том числе, то есть я в качестве лидера выступаю, человек, который даёт подпитку, даёт ресурсы другим людям для того, чтобы они, соответственно, через них это тоже как-то реализовалось. Плюс здесь не только команда мне приходит, но и те люди, которые действительно ждут от меня сейчас каких-то предложений для них. То есть я что-то вкусное им даю, и они, соответственно, с радостью это берут. Короче, мне сегодня надо войти в лидерскую позицию и начать общаться, и предлагать, и давать вкусняшки. Я это так вижу. Вот видишь, как здорово. Я просто через экран-то тут обед. Вот у тебя обед. Вот в обед ты можешь войти в это состояние и раздать. Ага, супер. У меня как раз сейчас будет созвон с коучем с моим, а потом у меня будет обед. Я пока одна. Я думаю, что да, буду воплощать. Потом детишек своих приведу домой. Буду с ними продолжать на ужин. Здорово. Слушай, ну котики, они вообще классные. Я их очень люблю. Вот. Ну и любую практику, знаешь, хорошо завершать. И наш эфир можно завершить, да, каким-то посланием. Потому что у меня, вот как раз у меня есть несколько колод. Есть вот такая. Это трансформационные карты. Есть диалог со Вселенной, есть со звездами. Есть вот такие ангелы, ангелы света. Давай вот какую хочешь. Давай ангелы света хочу. Вот эти, да? Она мне прям, да, прям. Это как послание на день. Такая подсказка от Вселенной, будем говорить, да? А может быть кому-то подсказка в решении какого-то вопроса, который вот у него сегодня висит на повестке дня, и ему нужно решить. Вот мы с тобой вытянем. Веселье. Веселье. Я сейчас представлю, потому что тут очень мелко. Давай, может, я потом выложу эту карту, чтобы люди могли прочитать, да, куда-то её присоединить. Советуем вам найти время, чтобы повеселиться. Расслабьтесь и вспомните о своём чувстве юмора. Отнеситесь к вещам проще. Веселье приносит в нашу жизнь лёгкость духа. Даже наисложнейшая ситуация может показаться сущим пустяком, если вы видите и смешную сторону вещей. Поощряйте в себе умение видеть во всём что-нибудь для нелепости забавное. Как вы можете принести элементы игры смеха и веселья в свою жизнь, а также отношения и работу? Ангелы радуются, когда вы веселитесь, так как они больше всего любят радость, игры, шутки и смех. Ну и афирмация дня тут. Я владею своими эмоциями. Как раз. Идеально. Идеально. Короче, радуемся, веселимся. Как раз мы сегодня и про внутреннего ребёнка поговорили. Да. Поговорили о том, как свои эмоции повышать в вибрациях. Радость — это как раз-таки то, что помогает очень сильно повышать вибрации. Это обязательно. Это нам сейчас обязательно необходимо, чтобы никуда не погружаться в ямы. Ямы, поскольку у нас эмоциональное состояние, да, как себя поддержать. Поэтому эмоции, да, позитивные наши, положительные — это самое важное, да. Помогаем себе эфирным эмоциям, работаем с мышлением, работаем со своим подсознанием, да. Работаем над собой, и будет нам счастье. Ну, будет нам хорошо. А когда мы работаем, да, над самим собой, в принципе, мы улучшаем и всё вокруг. Да. Спасибо тебе, поддержала меня, да, задавала вопросы. Очень, очень такой насыщенный, очень, на самом деле, полезный эфир. То есть ты очень много эфир про эфирные масла рассказала очень много. Я для себя очень многое тоже нового нашла. То есть многих вещей я не знала. Я тебе очень благодарна за это. Вот. И да, если у кого-то какие-то запросы по физическому и эмоциональному состоянию, все к Юлечке, бегите сейчас. Я всё это сохраню, напишу. Отлично. Подробненько, куда писать. Ты мне скажи, может быть, куда-то карту приложить, да, чтобы потом кто посмотрит, чтобы они почитали, куда её приложить. Куда-то купил, может быть. Ты в чат наш кей, а я сделаю сейчас сториз. Хорошо. Всё. Давай. Пока-пока. Пока. Всем пока. Пока.